Мои хорошие, на завтрак пеку очень вкусный хворост. Из заварного теста, кстати, получается просто обалденно вкусно. Моему внуку и внучке очень нравится. Ну, в принципе, нам тоже очень нравится. Так что всем приятного, приятного, кто со мной. А для себя любимой на завтрак я решила приготовить жареную яичницу с помидорами свежими. Вот, это мой завтрак, девочки. Плюс чашка кофе с молоком. Будет очень вкусно. Сделали забой кур. Вот две курицы мы забили. Такие получились жирные. Такие просто мясистые жирные куры. Даже не ожидала, что у нас так получится. Вот такие кур у нас получились. Привет, мои хорошие. Привет, друзья. Идет полная подготовка к Новому году. Полная помидорка. Всем привет. С Данюшкой пошли в магазин. Мне надо купить селедку соленую. Купить надо соевый соус. Фарш надо еще купить. К нам сынок приедет первого числа в гости. Хочу вкусных ему котлет приготовить. Девчоночки, я поделюсь с вами рецептом замечательного котлетного фарша. Туда добавляю всего лишь один ингредиент. Фарш получается воздушный, сочный. Котлеты нежнейшие просто. Даньке очень понравились. На что у нас Данька котлеты? Не очень. Но здесь вообще. Он вчера две съел. Две, представляете, я просто в шоке была. Да, вчера полтора, а потом еще доел. С макаронами. Вообще просто супер котлеты получаются. Он вчера кромчь погулял, и бурж хорошо поел. Да. И котлетки хорошо попушал. Конечно, аппетитно гулял на улице. Что ж ты хочешь? Конечно. Я помню, вы когда были маленькие, набегаетесь. Домой приходите. Под вечер. И все подряд мечете. Все подряд мечете. Вот этот дом так и не продали. Стоит. Дома он за такую сумму не продаст. Сколько? Три, да? Нет, за два. За 2800, что ли? Или за 2800, не помню. Погода сегодня просто прекрасная. Я в кроссовках в дырочку. В дырочку. Так. Все, все вроде приготовила. Мои хорошие, я уже дома. Мы с Танечкой пришли из магазина. Что купила, показывать вам не буду. Ну, в принципе, я купила то, что мне было необходимо. Что я вам уже говорила. Зачем я ходила? Единственное, что я не купила фарш. Сегодня не купила. Только завтра будет в продаже фарш. Намерят, сказали. Вот. И не купила соленую селедку. Закончилась в магазине. В общем, завтра также мы ее докупим. Но остальное я все, в принципе, купила, что мне было необходимо. Вот. И сейчас, друзья, я вам покажу, как я буду заготавливать овощи для салатов к Новому году. Вот. Способ вообще просто оригинальный. Этим способом со мной поделилась моя хорошая знакомая с Дальнего Востока. А она нашла этот способ в интернете. Вот. Я раз попробовала уже. Очень понравилось. И решила поделиться с вами, мои хорошие. Вот. Насчет котлет. Хочу вам так сказать, что котлеты обязательно я приготовлю. К приезду сына. И покажу вам рецепт. Обязательно просто покажу. Потому что котлеты, правда, получаются просто бомбические. Пальчики оближешь. Ну, как-то так, друзья. Ну, а сейчас давайте я вам покажу, как я буду готовить овощи. Это картофель, морковь и свекла для салатов на Новый год. Ну, естественно, завтра я вам покажу свой новый салат Оливье. Новый, да. Почему новый? Вернее, как бы салат у нас уже старый. Это всем известный. Вот. Мы его все очень любим. А соус к этому салату будет новый. И он просто изумительно вкусный. Просто изумительный. Вместо привычного майонеза я буду готовить соус для этого салата. Так что, кому интересно, не переключайтесь. Если вы еще не подписаны, подписывайтесь. И обязательно включите колокольчик, чтобы получить оповещение о новом видео, которое уже выйдет буквально завтра. С новыми закусочками, с новыми закусочками, с новыми приготовлениями к Новому году. Так что завтра у меня будет вот такое видео, что буду готовить на Новый год. Ну а сейчас овощи. Как я буду готовить овощи к новогодним салатам. Мои хорошие, я помыла овощи. Это морковь у меня будет. Картофель и свекла для селедки под шубой. Если вам нужна свекла для другого салата, так же готовьте. Если не в сыром виде, вам понадобится. Во-первых, такие овощи готовятся, сохраняя все свои витамины, свою яркость, свой цвет. В общем, получается просто очень-очень вкусно. Еще раз вам говорю, что я так готовила и мне очень-очень понравилось. Ну, первым делом давайте я сейчас займусь картофелем сперва. Итак, мои хорошие, я беру фольгу. Я ее вот так нарвала такими кусочками, да. Глянцевой стороной берем на низ. Вот так укладываем картофель. Также я беру вторую картошечку. У меня их 4 штуки. Также беру третью и четвертую. Вот так. Побольше которые. Вот так мы с вами сделаем. Вот. Далее, мои хорошие, мне понадобится растительное масло. Ну, совсем так, знаете, понемножечку. Совсем так, понемножечку. Поливаю картошечку. Поливаю картошечку. Вот так. Немного подсаливаю. Совсем чуть-чуть. И немного перчу. Также по вкусу. Совсем немножечко. Чтобы, знаете, придать нашей картошке такой яркий, насыщенный вкус. После приготовления. Вот, как видите. Так. Беру и заворачиваю нашу картошечку. Вот так в полигу заворачиваю. Вот. Завернулась. И так я поступаю с каждой картошечкой. Вот. Все. Замотала я нашу картошечку. Далее у меня идет морковь, девчоночки. Также я укладываю морковь. У меня одна морковь крупная. А две еще морковочки, такие средненькие. Вот. И сейчас также добавляю на морковь, на фольгу, немного растительного масла. Вот так. Добавляю немного растительного масла. Сейчас еще возьму кусочек фольги. Не подрасчитавший я немножко. Немножко я не подрасчитавший. Ничего страшного. У нас фольга имеется. Так что мы с вами все сделаем правильно. Так. Еще беру фольгу. Вот так. Немного также, девочки, соли добавляю. Немного. И немного перчика. Немного перчика. Немного перчика. В духовке. Будет очень вкусно. Ой, йоу. Не на ту сторону, девочки, положила. Хорошо. Сейчас я, девочки, переменяю. Сейчас я переменяю. В принципе, девочки, я не буду переменивать. Не буду. Как получилось, так и получилось. Ладно, не по страшному. Она у меня томтая, эта морковка, она быстро у меня приготовится. И также я беру, отрываю кусочек фольги. Это у меня будет для свеклы. Для свеклы. Свеклы я также промыла, девчата. Укладываю вот так на серединку фольги. Немного добавляю растительного масла. Также немного добавляю соли. Вот так. И перчиком. Вот так. И заворачиваю. И заворачиваю. Вот, мои хорошие. Вот такая композиция. Композиция у меня получилась, девочки. Я беру противень. И отправляю нашу композицию овощную в фольге на противень. Так. На противень сейчас это дело отправляю. Так. Духовка у меня разогревается. До 180 градусов. Сейчас пока разогреется. И выпекать я буду 40-45 минут. Ну, а потом я проверю шпажкой. И буду уже смотреть по готовности. Готовы мои овощи или нет. И вам того же самого советую. Друзья, я решила еще одну свеклу запечь в духовке. Мне она также понадобится для салатов. Вот. Что-то я подумала-подумала и решила это сделать. Сейчас первое еще подсолю. Вот так-то. И немного поперчу. Вот так. Опять все это дело заказали. Вот. И добавляю на противень. Вот, девочки. Итак, духовка у меня разогрелась. Отправляю овощи в духовку на 40-45 минут. Немного. Мясо у меня уже подтаяло. Сейчас на тарелочку уберу. Пусть еще размораживается. И завтра с утра буду готовить очень вкусный мясной рулет к новогоднему столу. Кому интересно, смотрите мое видео. Так, друзья, здесь у меня свиная рулька. Вот такая. Сейчас я буду ее отмачивать. Отмачивать. Вымачивать. Вот. И куриное мясо. Здесь разное у меня куриное. И куриное мясо. Курица домашняя. Сейчас буду всю ночь, можно так сказать, вымачивать. Буду вставать ночью. Через 3-4 часа менять воду. Вот. Ну что, приготовления к Новому году идут полным ходом. Дорогие мои друзья, поздравляю вас всех с наступающим Новым годом 2022. Желаю вам всем здоровья, счастья, терпения, удачи, везения, благополучия, денег вам побольше. И всего-всего-всего самого доброго. С вами ваша Елена. Ну что, мои хорошие, картошка у меня прожарилась. Проверяю ее шпажкой, деревянной шпажкой. Картошка хорошо прожарилась. Я опять же ее заворачиваю, вот, в фольгу. Также я проверяю морковочку, девочки, мальчики. Также хорошо прожарилась. Также заворачиваю ее в фольгу. Вот. И оставляю при комнатной температуре ее остужаться. Как остынет, можно убрать будет в холодильник. И сейчас, мои хорошие, еще в духовке у меня готовится до полного приготовления свекла. Свекла приготовилась. Получилась очень сочная, нежная, вкусная. В общем, в самый раз для наших салатов. Так что, мои хорошие, вам рекомендую приготовление таких овощей в духовке, в фольге для салатов к Новому году. Всем спасибо за внимание. Завтра вновь с вами увидимся. С вами была ваша Елена. Люблю вас. Спасибо.